Эй, ребята, не спешите попросить, очень-очень хочется всюду вам успеть. Эй, ребята, не надо торопиться, да, ведь детство уходит навсегда. Закончились жаркие летние каникулы, начинается новый учебный год. 1 сентября нарядные школьники с яркими букетами отправились на свои первые в этом году торжественные линейки, посвященные Дню Знаний. По-особенному важен этот день для первоклассников, ведь еще вчера они были совсем маленькими дошколятами, а сегодня уже сядут за парты, чтобы получить знания и начать новый этап в своей жизни. 1 сентября в Верхнеуральском районе первый школьный звонок прозвенел для 396 первоклассников. Мы теперь совсем большие, в школу мы пришли, и теперь никто не скажет, что мы малыши. Двери школьных сегодня открываются для нас. Теперь для нас идем на школу, мы поступаем на первый класс. Не менее важен этот день и для 11-ти классников. В последний раз они встречают 1 сентября в статусе школьников. Впереди трудный учебный год и подготовка к экзаменам. Многие из них уже сейчас обращаются с добрыми пожеланиями и напутствиями к своим одноклассникам и первоклассникам. Думаю, для первого класса это очень знаменательный день. И я хочу пожелать им, во-первых, терпения, целеустремленности, потому что впереди целых 10 лет, и думаю, им как раз-таки эти качества нужны. Ну, хочу поздравить всех с первого сентября, потому что этот праздник не только для детей важен, но и для взрослых с праздником. Хочу поздравить с начала учебного года первоклассников. Это важный день, и поэтому они должны собраться с мыслями и начать учебный год с очень хороших отметок. Родители будущих выпускников уже сейчас стараются их поддерживать. Мамы 11-ти классников первой городской школы подготовили флешмоб. Нарядившись в футболке с фотографиями своих детей, они исполнили зажигательный танец и пожелали им удачи и силы терпения на пути к волнительному моменту – выпускным экзаменам. Музыка Музыка Я выпускаю своего сына с 11-го класса. Это замечательный день и значимый день в нашей семье. Что хочу пожелать нашим выпускникам? Самое главное в наше не такое легкое время – это здоровье. Учиться не падать духом, сдать всем ЕГЭ и ОГЭ обязательно – все будет хорошо. Мы через это уже проходили, и поэтому все будет хорошо, верить в свои силы. А также хочу поздравить всех педагогов района и нашей школы, пожелать всего самого хорошего, чтобы были хорошие, достойные ученики. На всех торжественных линейках присутствовали почетные гости. Они пожелали школьникам хороших оценок и ярких моментов в стенах образовательных учреждений, а учителям – старательных учеников. Глава муниципалитета Сергей Айбулатов принял участие в торжественной линейке в Карагайской средней школе. Его заместители, начальники управления и главы поселений, а также местные и районные депутаты выступили с поздравлениями на линейках во всех школах 10 поселений Верхнеуральского района. А 1 сентября – это всегда же праздник всех, да, это праздник тех, кто учится, тех, кто учится, тех, кто когда-то учился. То есть все те, кто когда-то учился, учились все, то есть это наш всегда общий праздник, который мы с удовольствием празднуем. И всегда с большим удовольствием друг друга с этим праздником поздравляем. Учителям хочу пожелать хороших ребят, благодарных учеников, чтобы то, что вы в них вкладываете, вы видели, как оно отдаётся. Детям хочу пожелать самых хороших, самых тёплых эмоций, ну и самое главное – хороших оценок, самое главное – терпения в достижении цели. Поздравляю вас с начала нового учебного года. Учителя, ученики были одной семьёй. Учителя вкладывали в вас новые знания, а вы этими знаниями пользовались, потому что они вам пригодятся в дальнейшей жизни. Всего вам самого доброго, удачи, успехов учёных. Подумать только. 40 лет назад я также стоял на месте первоклассников. Дорогие дети, поздравляю вас с Днём Заней. Дерзайте, творите, стремитесь. Изучайте новое и неизведанное. Ведь ваша сила в ваших знаниях. Поздравляю вас, дети. Поздравляю наших первоклассников и наших выпускников. Городской совет ветеранов в этом году сделал подарок для музеев двух школ и агротехнологического техникума «Триптих. Меч Победы». История Триптиха, появление у нас в городе Вертиральский, она началась ещё в марте месяце, когда я в газете «Ветеран Урала» увидела, как председатель областного совета ветеранов Сурков Анатолий Петрович вручает такой триптих военному учебному центру при Южно-Уральском государственном университете, где присвоено имя дважды Героя Советского Союза Семёна Васильевича Хохрякова. И я это увидела, прочитала, задалась целью, чтобы вручить такие же триптихи нашим средним школам города Верхний Уральск, учебным заведениям города Верхний Уральска, и вручить это для музеев. Прежде всего я, конечно, обратилась к нашему депутату Государственной Думы Бахметью Виталию Викторовичу с тем, чтобы нам помогли в приобретении количества трёх триптихов. И накануне, мы хотели, конечно, вручить это в день знаний, накануне, не накануне, а в день знаний 1 сентября. И у нас всё это получилось. В скульптурный триптих, посвященный Великой Победе, вошли три бронзовые статуэтки – «Пыл фронту», «Родина мать зовёт» и «Воин освободитель». Представители городского совета отмечают, что главной целью своей общественной организации считают патриотическое воспитание подрастающего поколения. И подобный триптих – это одна из возможностей погрузить молодёжь в историю родной страны. Руководители музеев и образовательных учреждений поблагодарили Совет ветеранов за столь значимый подарок. Спасибо большое за такой подарок. Мы скоро переезжаем в новую школу, у нас будет отдельный музей, и он украсит один из центов, посвящен, конечно, Великой Отечественной войне. Огромное спасибо! В Верхнеуральском районе большое внимание уделяется улучшению материально-технической базы образовательных организаций. Во многих школах заменены оконные блоки, проведён капитальный ремонт кровель, зданий, помещений, инженерных сетей, выполнены работы по комплексной безопасности и благоустройству территорий. Учреждения образования Верхнеуральского района готовы к работе, обеспечены всем необходимым для соблюдения санэпид-требований. Всего школы муниципалитета распахнули свои двери для 4158 детей. Верхнеуральский агротехнологический техникум «Казачий кадетский корпус» принял на обучение новых студентов с нескольких районов Челябинской области. Руководитель учреждения Анатолий Докшин поздравил всех собравшихся на торжественной линейке и пожелал удачного и лёгкого учебного года. Этот праздник обычно знаменует со стартом нового учебного года, которому все мы из вас приложили в меру своих сил и возможностей усилия. Поэтому мне хочется пожелать нашим студентам в этом учебном году хорошего позитивного настроения, побольше энтузиазма, успехов в обучении, в тех делах, которые вам предстоит усвоить, ну и также успехов в личных увлечениях, чтобы вы добивались хороших результатов. Особой гордостью агротехникума является «Казачий кадетский корпус» под руководством Евгения Сергалеева. Кадеты учреждения достигают больших высот в конкурсах и соревнованиях различного уровня. «Строевым шагом! Раз! Правда, вперёд! Снизу! Робни, направо! Больно! Правда, вперёд!» В плане учёбы, мы учимся, получается, часика два-три, потом приходим, у нас есть занятия очень много, мы здесь и занимаемся каждый день, у нас всё в порядке, интересно здесь. Я всем советую, что кадеток, если кто-то хочет связать свою жизнь с военной тематикой, то кадеток вообще круто. Всех поздравляю, учебного года вам хорошего, старайтесь учиться, достигать своих целей, всего хорошего. Помимо торжественных линеек, 1 сентября прошли различные акции. Сотрудники Верхнеуральских библиотек отправились по определённому маршруту, чтобы задать прохожим вопросы, посвящённые Дню Знаний и Олимпийским играм. Именно к этим событиям приурочен интеллектуальный забег «Бегущая книга-2021». Эта ежегодная всероссийская социокультурная акция, традиционно стартующая ровно в полдень, является оригинальной формой привлечения в библиотеки новой читательской аудитории, сочетающей интерактивные и спортивные элементы. Мы уже второй раз участвуем во всероссийском интеллектуальном забеге, который называется «Бегущая книга». И эта акция, она зародилась в Свердловской области, город Лесной. Я обратила на это внимание, потому что многие библиотеки нашей России подхватили эту акцию. И нам она понравилась тем, что библиотеку можно показать с другой стороны. Это что мы выходим уже за рамки, то есть мы общаемся с нашими читателями, привлекаем их. И показать, что библиотека – это именно интеллектуальный центр. И именно творческие люди работают в библиотеке. И показать, что у нас в здоровом теле здоровый дух. Всем, кто во время забега встретился на пути и правильно ответил на вопросы, библиотекарь и дарили небольшие подарки и вручали приглашение в библиотеку. Участники акции в качестве приза получали книги, журналы, раскраски, закладки для книг. Новый учебный год стартовал. Всем школьникам и студентам хочется пожелать терпения, сил, успехов и новых достижений. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА